Как наладить доверительные отношения между детьми и родителями? Своим способом в одном из интервью поделился голливудский актер Уилл Смит. В его семье используют метод так называемого круга доверия. Для этого нужно найти определенное место в доме. Это может быть диван, обеденный стол или комната, в котором, не боясь наказания, ребенок сможет рассказать родителям все что угодно. Круг доверия – это место для секретов и признаний. Здесь важно не наказывать за откровенность, иначе ребенок перестанет доверять. В круге доверия без опасения можно признаться даже в самых серьезных проступках. Все самое наболевшее. Они могут там даже поругаться, могут сказать, чем они недовольны родителями или все что угодно. Им за это ничего не будет. То есть никакого наказания, никаких ограничений в их сторону не последует. Это можно делать даже без специальной подготовки. Просто в любом, более-менее, когда у вас зародилась эта связь с ребенком, поддерживайте ее, поддерживайте. Скажите, вот здесь и сейчас можно, нужно. Ничего не бойся, я с тобой. Кругу доверия есть еще одно правило. Если все-таки ребенок что-то скрыл, а родители об этом узнали, наказание последует. Суть в том, чтобы ребенок был заинтересован в том, чтобы рассказать все самостоятельно. Это как раз-таки заранее оговаривается, и ребенок это должен знать точно так же, как и в любых других взаимоотношениях между родителями, когда ребенок переходит какую-то границу, а в данном случае он как раз-таки переходит границу. Чтобы откровенно общаться в круге доверия, специалисты рекомендуют родителям научиться задавать ребенку вопросы о чувствах и эмоциях. Что у тебя хорошего произошло, вы его спрашиваете. Он говорит, я получил пятерку. И тут вы начинаете его раскручивать и говорить ему, задавать ему вопросы. А что ты в этот момент почувствовал? А кто был рядом с тобой в этот момент? А что сказали твои друзья? А что сказал учитель? А что ты переживал в этот момент? Вопросы, они на самом деле простые. Мы на автомате их пропускаем. Они именно вовлекают нас в диалог с ребенком. Чтобы эту связь установить и закрепить у ребенка, вот эти вопросы задаются. Круг доверия психологи считают отличным способом установить доверительные отношения в семье. И чем раньше метод станет семейным ритуалом, тем меньше шансов, что ребенок захочет что-то скрыть. Рекомендуемый. До 9 лет считается, что плохо, если у ребенка есть секреты. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот после 9 уже психика примерно формируется и достигает такого уровня, когда ребенок может какие-то секреты иметь. Это свидетельствует о том, что ребенку не все комфортно в его взаимоотношениях с родителями. И таким образом он пытается от них что-то скрыть и избежать каких-то неприятных взаимоотношений, неприятных последствий для себя. Правила круга доверия подходят и для подростков. Их можно применять в любом возрасте. Даже если с первого раза установить круг доверия в семье не удастся, стоит продолжать попытки. Чтобы ребенку было проще принять новые правила, стоит договориться о том, что метод круга доверия касается и родителей. Покажите ребенку своим примером, как это работает. Пригласите ребенка в место для секретов, поделитесь чем-то сокровенным или признайтесь в чем-то. Скорее всего, в следующий раз приглашение уже получите вы.